Книга «Открытым оком», тема женщины, том 3, вопрос 999. Мне кажется, у вас гипертрофированное неуважение к женщине. Не из вашей ли семьи это идёт? Немало известно семей, где любовь и взаимопонимание, и нет такого неуважения к жене ни у мужа, ни у детей, которому вы всё время призываете. Скорее всего, у вас это личное. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Гипертрофированное означает «чрезмерное за счёт другого». Это действительно так. И это идёт не из моей семьи, а из семьи Адама. Простите, что не могу назвать его фамилию. Лука называет его Божий. Лука 3.38. Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Бытие 3.16. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Это гипертрофированное отношение запрограммировано Богом из-за чрезмерной самостоятельности вашей прабабки Евы. 1 Тимофею 2.11. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью. 1 Тимофею 2.12. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ефесянам 5.33. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. 1 Коринфянам 14.34. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Экклесиаз 7.26. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее селки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Притча 21.9. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в пространном доме. Притча 25.24. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Случайно ли, что такой знаток в женском вопросе, каким был Соломон, он дважды, буква в букву повторяет одно и то же из речения. Не хватало дворца в сотни комнат, как у султана Брунея. Запросился от гипертрофированной и эмансипированной на плоскую крышу. Да в уголке бы, хотя сподобится, спрятаться от ее злости. Сирахова 25.15. Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и всякую злость, только не злость женскую. 25.18. Соглашусь, лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою женою. Там же 25.19. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, как у медведя. 25.21. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Жребий грешника допадет на нее. 25.25. Сердце унылое и лицо печальное, и рано-сердечная злая жена. 25.28. Не давай воде выхода ни злой жене власти. Там же 26.9. Движущаяся туда и сюда в оловье ермо злая жена, берущая ее тоже, что хватающий скорпиона. Сирахова 42.14. Лучший злой мужчина, нежели ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. Это гипертрофированное отношение к женщине очень четко усвоили все святые отцы церкви. Это что, у них личное? Из их семьи? За две тысячи лет ни одна женщина-христианка не была священником. Почему? Почему она называется слабым, утлым сосудом, весьма склонным к греху, соблазну? Экклесиаст 7.28. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Я всего лишь проповедник Слова Божия, из которого даю только часть, как вы говорите, гипертрофированных выписок о женщине, что она горше смерти. Сирахова 25.27. От жены начало греха, и через нее все мы умираем. Попрошу приславшего эту гипертрофированную мысль на основании Библии опровергнуть мое мнение о вас. Я утверждаю, что именно у вас гипертрофированное понимание роли женщины. Это плоды эмансипации и феминизации. Это слова, или не вышедший замуж, или разведенный. Редактор субтитров А.Семкин